МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько он состоится совсем скоро? Что это за фестиваль? Кто в нем может принять участие? И какова его цель? Да, день добрый. Значит, 16-17 июня, как вы уже отметили, в городе Норинмаре на стадионе детского юношеского центра «Лидерство» состоится летний фестиваль ГГТО, в котором примут участие обучающиеся школы, которые сейчас находятся на летних оздоровительных площадках. Это обучающаяся школа со второй по пятую ступень. Ну, то есть дети от семи до восемнадцати лет. Также мы приглашаем всех желающих, особенно тех, кто уже закончил школу, и будущих студентов, принять участие в этом фестивале. Немного хочу рассказать предысторию. Министерством спорта Российской Федерации утвержден план поэтапного внедрения ГТО в России вообще. У нас в округе такой же план тоже есть. План поэтапного внедрения ГТО в Винейском автономном округе. В 2015 году уже прошел фестиваль «У нас весенний». В нем участвовали обучающиеся школы. Это, получается, у нас учащиеся седьмых, восьмых классов. И, значит, по итогам этого фестиваля из семидесяти пяти принявших участие, пятьдесят девять участников выполнили норматив на разные знаки отличия. Золотой, серебряный, бронзовый. На золотой знак отличия трое человек выполнили норматив. Ну и остальные, там, двадцать девять, по-моему, на серебряный и остальные на бронзовый знак. Дело в том, что процесс выполнения и процедура вручения знаков, они происходят не мгновенно. Вся информация о сдававших, она поступает в федеральному оператору ГТО, который находится в Казани. У нас в Нейтском округе определён свой оператор ГТО. Дюдюс-лидер как раз ими и является. Он аккумулирует все результаты сдававших и протоколы направляет туда, в Казани. Они уже там самостоятельно, причём делается это автоматически. Машина считает и сверяет те показатели, которые есть с таблицей оценки тестов. То есть как бы всё происходит без участия людей. Поэтому процесс длительный, и знаки отличия к нам пришли только в конце прошлого года, 15-го года. Ну и мы в начале текущего года, в 16-м году, торжественно вручили эти знаки. Получается то, что вот эти вот фестивали, и зимние, и летние, они организуются как раз-таки для того, чтобы дети сдавали нормативы. Да. Да. То есть и получается у нас зимой сколько-то сдали, и сейчас тоже готовятся к сдаче, да? Да, да. Ну и вот с этого года, как вы уже говорили, тот, кто имеет те люди, которые имеют значки ГТО, они не только имеют авторитет у своих знакомых, но и они имеют какие-то льготы при поступлении в ВУЗ, если это абитуриенты, да? Да, да. Вот я как бы на этом бы хотел остановиться поподробнее, потому что это на самом деле актуально очень. Те выпускники школ, кто принял решение поступать в ВУЗы и имеют золотой знак отличия ГТО, могут претендовать на получение дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. От одного до десяти. Приказом Миноборнауки как раз вменено ВУЗам самостоятельно устанавливать эти критерии. И на сайте любого ВУЗа, правда тут одна оговорка есть, кроме спортивных ВУЗов, да? Спортивные ВУЗы не применяют у себя этих преференций. Вот на сайте любого ВУЗа есть информация, сколько дополнительных баллов может получить абитуриент при поступлении в ВУЗ. от одного до десяти, я ещё раз повторяюсь. Но это относится только к тем лицам, которые имеют золотой знак отличия ГТО. То есть если у тебя бронзовая, металли серебряная, ты не можешь? Нет, у тебя нету, да. Вот теперь нужно сказать, что нужно сделать прежде всего, чем получить этот золотой знак, да? Нужно начать с того, что нужно зарегистрироваться на федеральном сайте ГТО, создать свой личный кабинет, получить свой индивидуальный номер, ID номер, то есть и он остаётся у тебя на всю твою жизнь. То есть дело в том, что сдача норм ГТО – это не разовая акция. То есть для разных ступеней, для разного возраста у тебя, ну у тебя, у вас, у меня разные нормативы. То есть да, мне, допустим, 20 лет, я сдала одну норму, когда мне исполнилось 30, я уже повысила свою норму. А потом, наоборот, всё падает, а потом, наоборот, падает. Вообще цели ГТО, вот этого комплекса ГТО – это привлечение жителей к систематическим занятиям физической культуры и спортом. И даже если говорить о преференциях сейчас, которые есть для поступающих в УЗы, то есть дополнительный балл – это не самоцель, а это как раз одна из мер поощрению, что выпускник готов физически к жизни. Продолжая тему, сначала, значит, зарегистрироваться на сайте ГТО, получить свой номер, потом с этим номером прийти в центры тестирования региональные. У нас сейчас основным центром является ДЮС «Лидер». Ну, мы, значит, сейчас ещё создаём центр для поселений, центр тестирования. Ну, центр тестирования – это такой общий орган, который аккумулирует все результаты. Центром тестирования для села будет учреждение на наш ледовый дворец спорта «Труд». Вот все протоколы из поселений будут, из сельских поселений будут там аккумулироваться. Затем, значит, сдать нормативы и ждать, когда твои нормативы появятся в твоём кабинете в личном. Я уже говорил, федеральный оператор, самостоятельная машина работает, и данные поступают в личные кабинеты. Игорь Павлович, насколько активны жители округа в сдаче ГТО? Сколько уже человек сдали? И вот вы сами непосредственно сдавали нормы? Да, да. Значит, в зимнем фестивале, который у нас проходил с 1 марта по 15 апреля, приняло участие 301 человек. Вот. По итогам пока я не могу ничего сказать, потому что это ещё придёт информация. Всего на сайте АИС ГТО федеральном у нас зарегистрировалось около 600 человек. Вот. Я хочу тут отметить следующее. Я говорил про план, про этапного внедрения ГТО. Значит, вот на 15 и 16 годы основной акцент уделяется обучающимся образовательным организациям. Взрослое население может уже, будет иметь право активно сдавать ГТО с 17-го года. То есть федеральный оператор на сегодня пока не принимает протоколы додавших среди взрослого населения с 17-го года уже будет принимать эти данные. И все, кто зарегистрировался, опять же, на сайте, они свои результаты издаст ГТО, они увидят свои данные в своём личном кабинете. Ну вот, а среди школьников сколько уже имеют значки? Есть такая статистика, где её может найти? Можно. Значит, ещё раз повторю, это персонифицированные данные, они только в личном кабинете. У нас есть данные, что знаки имеют, вот я вам говорил, по итогам 15-го года, то только 59 человек у нас в округе. Но я думаю, по итогам зимнего фестиваля количество добавится. Мы данные эти узнаем после 1-го июля. После 1-го июля узнаем данные. Теперь я как бы продолжу тему по преференциям. Для того, чтобы получить дополнительные баллы, нужно иметь или знак, нужно иметь золотой знак удостоверения. Но я поскольку говорил, что логистика сложная очень, они могут прийти очень поздно, достаточно иметь на руках выпуску из приказа Министерства спорта. То есть золотой знак отличия присваивает Министерство спорта Российской Федерации. Остальные знаки отличия, серебряные и бронзовые, присваиваем уже мы здесь, органы исполнительной власти, по тем данным, что нам высылает федеральный оператор. Вот. Поэтому после 1-го июля должен выйти приказ Министерства спорта Российской Федерации. И если кто-то из наших выпускников увидит себя в нем, то мы подтвердим эту копию этого приказа. Из копии этого приказа они могут подавать документы в ВУЗы. Но я еще раз повторюсь, это касается золотых знаков отличия. А вот на ваш взгляд, эта льгота необходима, она мотивирует как-то школьника к получению значка? И какие бы вы еще льготы для них сделали, для обладателей значков? Я думаю, что да, для абитуриентов это актуально очень. Вот. Но мне кажется, это не постоянная мера поощрения. По общему мнению, эта мера будет оставаться на первом этапе внедрения. Год, два, три, пять, может быть. Потом все-таки есть уже мнение, что основная эта цель ГТО, это все-таки, как я уже говорил, привлечение к систематическим занятиям, к каким-то спортом. Но имеет ли смысл их, вот, обладателей значков, поощрять, допустим, так же, как и доноров, там, допустим, какие-то льготы при проезде, там, дополнительные выходные, или в этом нет необходимости, на ваш взгляд? Я думаю, есть. Это все-таки пропаганда здорового образа жизни. Это пропаганда ценностей физической культуры и спорта. Поэтому работодатели могут на своем уровне принимать соответствующие решения, чтобы коллективы, коллективы трудовые, видели, на кого можно равняться. Дело в том, что человек, постоянно занимающийся спортом, он, во-первых, меньше болеет, это уже доказано. Соответственно, он большее время проводит на рабочем месте, естественно, да, более активен в течение дня, рабочая, последовательная производительность, труда выше. Если мы говорим про трудоспособное население, ну, про школьников и говорить нечего. Здоровая нация, здоровое государство. То есть это увеличение каких-то экономических показателей для государства. А вот с 2017 года, когда начнется массовая сдача ГТО для взрослых, будет ли обязательно сдача для трудовых коллективов? Значит, смотрите, основной принцип, один из основных принципов ГТО — это добровольность. Вот, поэтому здесь только методами стимулирования, никакого обязательного участия нет, не было и не будет. Только по доброй воле. Какие виды испытаний нужно сдать, чтобы получить значок? Там, получается, для мужчин и женщин это разные, да? Не совсем разные, оценка просто разная. В общем, практически у всех ступеней, от юношеских до преклонных лет есть обязательные виды, есть дополнительные виды. К обязательным, как правило, относится бег. То есть у более молодого поколения это бег на 2000 метров у женщин, у девушек, у мужчин и у юношей на 3000 метров, у более старшего поколения там уже бег без учёта времени или просто ходьба. У молодого поколения это спринтерские дистанции 60-100 метров, метание наряда на дальность, граната, мяч, прыжки в длину. Также есть тесты на гибкость, то есть нужно кончиками пальцев с прямыми ногами достать или скамейку, на которой стоишь, или же подальше ещё сделать наклон. Как правило, у мужчин и у женщин силовая есть часть. У мужчин это подтягивание на перекладине, у женщин это подтягивание на низкой перекладине, получается, в полулежащем положении, или же отжимание от попола. Есть также такой тест, как наклоны вперёд с закреплёнными ногами, ну как в простонародье называется, пресс. Плавание, лыжные гонки. Там, допустим, а если человек не очень у него с плаванием, он же может заменить лыжными гонками? Да, там вот есть как раз выбор, и плавание, и лыжные гонки, это виды на выбор. То есть нужно, вот для того, чтобы получить знак отличия, нужно задать тесты обязательные, такие как бег, тест на гибкость, и тест на силу, да, я вот про них говорил. И ещё несколько по выбору видов. Или плавание, или лыжные гонки, или поход. Можно, вот сейчас ходили на тети в поход, можно вполне его признать видом испытания. В походе тоже нужно выполнить какие-то нормативы, да? Или по каким критериям? Критерии то же самое, как и в любом виде. То есть поход — это спортивный туризм. То есть там нужно пройти по маршруту определенной сложности. То есть первая категория, вторая категория. У них там есть, у этих маршрутов есть определенный километраж и преодоление определенных препятствий. Я думаю, что тот поход, что был у нас сейчас, на трусляте вполне может пойти за счет, если его не внести в протокол. Ну, как раз вот в дальнейшем и будем этим заниматься. А вот интересно, основу нормативов, которые необходимо сдать, они брались, я так понимаю, еще с советских времен? Было именно так. Значит, были созданы экспериментальные площадки в нескольких регионах России. значит, там тестировались среди различных категорий населения, значит, следующие показатели были выявлены, что, к сожалению, общество стало слабее сейчас, чем было раньше, да. Поэтому нормативы откорректировали немножко, причем в сторону упрощения даже. Ну, скажем так, в советское время люди были физически крепкие, особенно подрастающие поколения. Потому что физический труд тогда оценился больше, и было больше профессий. Он и оценился, и жизнь такая была, что больше люди уделяли внимание физическому труду. Вот как раз одна из целей внедрения ГТО, это вот и было, чтобы привлечь большее количество населения к занятиям физической культуры и спортом, большей активности. То есть активность физическая стала меньше, ну, с прогрессом нашим. Игорь Павлович, а вот вслед за летним фестивалем будут продолжения? Да, мы планируем уже в сентябре-октябре месяце провести осенний фестиваль. Значит, у нас как традиционно в сентябре месяце, в конце сентября проходит кросс-нации, и вот в рамках кросс-нации мы включим туда как раз дистанции, которые соответствуют, ну, дополнительные дистанции, которые соответствуют требованиям норматива ГТО. Значит, там у нас будет сдача, мы обязательно проведем тестирование по бегу на короткие дистанции для школьников, опять же, да, прыжки в длину, метание, ну, чтобы использовать теплое время, максимально, бесснежное время, вот, я думаю, снова проведем тестовые задачи среди государственных муниципальных служащих, как у нас уже практика такая есть, два года подряд мы проводили, люди активно участвуют, я думаю, мы не будем отказываться от этой практики, ну, естественно, уже вот сейчас мы выйдем на такой режим, что как минимум три раза в год мы будем проводить фестивали, зимний, летний, осенний, у нас, потому что, ну, как, по логике вещей бы весенний еще нужен, у нас весна очень длинная, и зима очень быстро переходит в лето, поэтому мы, наверное, будем вот таким образом строить свою деятельность зимней, туда включаем вот лыжные гонки, как раз летний, осенний, вот такая у нас будет, такая схема вот выстроена. Федеральный центр активно поддерживает нас, ну, не только нас, но и остальные регионы, по, значит, у нас поступают средства из федерального бюджета по софинансированию из окружного бюджета. В прошлом году мы прибыли инвентарь на 2 миллиона, рублей, ну, это в основном лыжи, ботинки, палки, мы их передаем в места тестирования в поселения, в основном, у нас, значит, практически все образовательные организации в поселениях сельских, они у нас определены, как места тестирования ГТО, мы этот инвентарь туда передаем, винтовки пневматические тоже были закуплены за счет вот этих средств федерального бюджета, ну, и нашего окружного тоже. Значит, в текущем году нам из федерального бюджета также выделяется субсидия, мы будем проводить обучение специалистов, ну, как правило, судей, вот тоже по софинансированию планируем порядка 50 человек провести обучение, я думаю, здесь на базе Центра развития образования в городе Норинмаре. Ну, вот как-то так. Я напомню, что с нами был Игорь Павлович Шевелев, председатель окружного комитета по физической культуре и спорту, и мы говорили о предстоящем летнем фестивале ГТО и насколько активны жители округа в сдаче российских нормативов. Это было актуальное интервью. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин